Здравствуйте, друзья! С вами Рима, канал Рима Кухня Огород. Сегодня у нас 21 апреля. Хочу сделать небольшой обзор своей рассады в теплице. Начну я вот как бы сначала. Здесь вот, видите, в стаканчиках у меня посеяно. Вы не угадаете, что. Это у меня фацелия. В этом году я решила посеять как медонос для привлечения пчелок фацелию. Для этого я взяла вот эти 200-граммовые стаканчики, посеяла туда фацелию, засыпала. Вот сейчас они у меня вот так поросли уже. Потом, когда я высажу томатики уже в теплице, я эти стаканчики периодически через какое-то расстояние расставлю и закопаю. Ну, закопаю как бы в землю, высажу в землю. Вот. Посмотрим, как у меня получится в этом году с этой фацелией. Ну, в этом ведре вот сделала зеленое удобрение органическое. Прикрыла вот я пока его пленочкой, потом вот кусочком тряпочки. Так, ну вот. Дальше у меня здесь томатики. Томатики. Пересадила я их и в мешочки из-под молока, и в пол-литровые стаканчики. Такие высокие бывают же, пол-литровые. Томатики. Вот здесь вот у меня дальше огурцы. Здесь некоторые огурчики вышли по два. Мне надо будет один огурчик убрать. Все, у меня руки не доходят. Вот здесь вот мои томатики. Я вынесла те, которые я как бы выращиваю на двух корнях. Здесь вот я сделала такую им прищипку, прививку. Не прищипку, пока прививку еще. Вот, скрепила я их прививочными клипсами. Посмотрим, что из этого получится. Так, здесь у меня поздняя капуста. Я ее уже один раз подсыпала. Надо будет уже подсыпать еще раз. Видите, как бы ножичка уже вытянулась. И как раз вот место здесь еще есть для подсыпки. Это вот поздняя капуста. Это вот очетки, которые я сажала тоже зимой из букета. Это вот у меня циня, циня. Это вот у меня от 2014 года. Я прям так приятно удивлена, что она так хорошо вышла. Старые семена, я думаю, уже выйдет не так много. Но вышло почти что 90% от семян, которые я посеяла. Здесь вот у меня питунья. Питуньи вот. Некоторые большие, некоторые чуть поменьше. Но, в принципе, очень даже хорошо. Хорошие питунья. Вот там тоже в ящиках питунья. Вот она. Так, здесь опять томатики. Томатики у меня. Так, вот это перцы. Перцы, которые находятся у меня в мешочках из-под молока, они крупнее. Видите, вот даже заметно. А те, которые посажены просто чуть в объем поменьше, 400 граммовые, они чуть помельче. Видите, насколько влияет вот этот вот объем земли. Ну, пересаживать я уже больше не буду переваливать. Теперь будут расти уже так, до высадки в грунт. Вот томаты. Здесь вот у меня сельдерей корневой. Вот. Корневой сельдерей у меня в этот раз диамант. Вот посмотрите, у этого сельдерея вот уже даже прослеживается маленький-маленький там корнеплодик. Вот. Сельдерей опять. Петунья. Так, у меня все как бы здесь в хаотичном порядке выставлено, но ничего страшного я в этом не вижу. Все замечательно. У меня получилось две петуньи. Почему-то они у меня так сильно стартанули, мне пришлось пересадить их в больший объем. Посмотрите, она какая вот. Совсем что-то большая. Я не знаю, почему-то две штуки как-то стартанули. Вот. Здесь у меня лук оксибишин. Что-то в этом году. Во-первых, я его ни раз не сажала. Я сажала всегда до этого лук порей, у меня всегда получался. А вот лук оксибишин, я не знаю. Что-то он не хочет вести активно. Как-то он как сидит, как тугадум. Не знаю, буду ли я сажать на следующий год его. Нет, ну, наверное, нет. Что-то мне не нравится. Я все-таки привыкла, что растения должны быть мощные, крупные. А у меня эксибишин что-то такой вот карапуз. Это вот у меня, как она называется, клематис. В том году дочка, которая у меня живет в Самаре, говорит, я его выкину. Мне не нравится. Он у нее там был такой хиленький. Я говорю, ладно, я заберу его, попробую выходить. И пересадила вот все, что было от этого хиленького кустика клематиса. Посадила, поместила я вот в такой горшочек. И к моему удивлению, посмотрите, он не пропал. Зимовал он на улице. Укрыла я его соломой. И вот, видите, видимо, корни оказались все-таки хорошие и сильные. И он начал расти в этом году весной. Вот, какое чудо. А это молоденький куст гортензии. Мы его высаживали с черенка. В том году осенью посадили. И зимовал он у нас в теплице. Тоже я его поставила в теплице и укрыла соломкой. И вот он, как говорится, выжил. И достаточно хорошо начал давать уже, видите, листики. Вот. Но он находится сейчас в теплице пока еще. Вот еще общим планом покажу. Мои растюхи. Здесь томатики для меня, для моей дочки в Самаре, которая живет. И для моей сестренки. Вот. Ну вот, друзья. Всем пока-пока. Мирного неба над головой. Здоровья и благополучия. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok